Ну а чё нет-то? А нет, не у китайцев, а у этих, у якутов, у эскимосов. Вот давай мы не будем сейчас трогать якутов. А вот точно так? Я думаю, что вот так вот. Мы просто обсуждаем достаточно интересную пивную тему, насколько у китайцев и японцев пупки. Нет, как расположены пупки, вот так или так? Мы самое лучшее пивное шоу на ютубе. И в Европе, наверное, ты сегодня помнишь такое даже. Но это не точно. Но это не точно, да. Не, ну Берварио нам мы пока не переплюнули, между прочим, поэтому... Куда нам? Да. Никита, Никита супер... А! А! Ребята, здравствуйте! Шалом, православные! С вами Денис! Денис! Как это уже принято? Нет, это так не принято. Лешенька меня зовут, Лешенька. Да, Лешенька. Ребят, что у нас сегодня за выпуск? Он очень интересный. У меня на основном канале, и, собственно, здесь есть подписчики. И это ребята очень хорошие приезжали. Они с Киева, из Украины. И когда они мне написали, типа, Леш, мы едем к вам в Питер отдохнуть. Это Андрей и Катя, вам огромный привет и спасибо большое. Они написали, что привезти? Я говорю, тушняка. Пожалуйста, я очень вас прошу. И ребята привезли тушняк. Да, но они еще привезли очень много разного пива. Но мы, естественно, все не сможем, потому что тут иначе выпусков будет, я не знаю, 50. Мы взяли, на наш взгляд, топовые. Топовые крафтовые пивасики. По стоимости там все очень адекватно. Бутылочка вот такая вот стоит 0,33. Сколько она стоит? По-моему, что-то в районе 110 рублей. Я не буду точно говорить ценно, потому что, ну не знаю, вообще смотрит нас, интересно, с Украины кто-то? Как ты думаешь? Ну, наверное, смотрят. Ну, судя по всему, да. Ну, судя по всему, да, точно. По крайней мере, два человека. Представь, пожалуйста, вот это пиво, первый ты. Это просто очень любопытно. Значит, ребята, во-первых, они делают это... Я обратил внимание... Это правда или нет? Да, это правда. ВВВ Правда Бир. Пивоварня находится где-то очень-очень далеко на Украине. Здесь, по-моему, на украинском языке все написано. Давай для начала скажем, что это такое. Что это... Ладно, пиво называется Трамп. На этикетке нарисован... Но вы сейчас увидите. На фотографии Трампа рыжего. Владимир Владимирович выглядывает. Да, сбоку выглядывает Владимир Владимирович. Чувак держит... Плакат. Плакат, где написано Free Melania. Они почему-то думают, что Melania в рабстве. Что она в рабстве у Трампа. Здесь же один дома, чувак. Калин Маккалпин. И, по-моему, дочка Трампа. Вообще, у них вообще... Вообще, вот просто какой-то бред, если честно. Это кич. Да, это кич. Называется это пиво-стиль Imperial Mexican Lager. Скажи мне, пожалуйста. Имперский мексиканский лагерь. Но это же глупость. И не может быть мексиканского лагеря. Это смешно. А снизу под названием пиво Трамп написано, что он President of the Divided States of America. То есть президент не Соединенных Штатов Америки, а президент разрозненных Штатов Америки. Дело говорят. По IPO это 25 горечь. Ну, это стандартный лагер. 7,2% сужат. Немало лагеря, хочу эти сказать. Это прям чуть-чуть еще и охота. Ребята, судя по пути, вот эта вот пивоварня шотландская, если я не ошибаюсь. Бог ты мой. Брюдок. Брюдок. Они тоже и с Путиным пиво делали, и с кем только не делали. Там что-то, там очень нашумевшая история с Путиным. Там чуть ли не... Ну, если они постараются... Там еще с гейми, по-моему, это связано вся история была. С трампом могут нашуметь, а что нет. Ну, это сделано для хайпа по-любому. Не, ну, сделано нормально, китч такой. Да, да, да. Смешно. От них же у нас еще идет... Кстати говоря, ну, не знаю, любопытно, потому что это правда еще сделало, значит, пиво, чтобы вы понимали, на гречке. На греченьке. А, Львов. Я все вспоминал, город из Львова они. Из Львова? А, с добавлением гречки. Сейчас, подожди, а что-то... 19, это плотность получается? Да, это плотность. Слушай, она плотная очень. Ну, давай, расскажи. Ну, это... Что все это дело? Трипль. 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 Ну, трипль, это же бельгийский... Бельгийский стиль, насколько я понимаю. Бельгийский стиль. Как здесь написано, я не сильно разбираюсь в украинском языке, на самом деле, что это... Повторний бродиня у пляжцы. Я не знаю, что такое. Напишите, пожалуйста. Вот я вижу, что зварено у Львови, извиняюсь. Что еще раз? Повторного брожения. А, повторного... Фига ты шаришь. Слушай, у нас тут, походу, дела это... Ну, а как еще это можно... В общем, ребята сварили трипл только с гречкой. Не, ну, мало того, судя по этикетке, еще там используется апельсин и... И кардамон. Ну, это очень любопытно, мне кажется, считай. Я такого даже похожего не пил, ничего. А, кстати... Ну, блин, я не знаю. Катя и Андрей сказали, что вот у них оно достаточно дорогое по меркам крафтовых пивоварен. И оно очень вкусное. Я вот не помню, только говорили, они пробовали или нет. Вот это вот они очень мне нахваливали. Эту пивоварню. Следующее пиво называется ципа. Под травой, если я не ошибаюсь. Пить травой, под травой же, да? Ципа под травой. Ну, отлично. То ли ципа накуренная, то ли она под высокой травой. В обе-то не знаю, проверим сегодня. Может, с добавлением, правда, чего-то интересного? Написано, что... Американский ПЛЛ. Цедобрый, охмеленный, американский ПЛЛ с ароматом цитрусов. Каких-то местцевих трав. Я не знаю, что такое местцевих трав. Местцевих трав, ну ты что, местных трав. Господи. С кем приходится шоу вести? На, иди сэмэч проверяй. На карпатских травах, в общем. Карпатских. Слушай, ну вот гуцульская крафтовая броварня, это для меня... Ладно, все, проверим сегодня тоже, что это такое. Давай, побыстрее мы с тобой пройдемся. Следующая пивоварня, Дениска. Да. Варвар. Мне очень нравится, как сделана этикетка. Она очень напоминает реворд. Да здесь этикетка вся, на самом деле, нормально сделана. Но прикольно. С дизайном все хорошо. Вот это больше такая, знаешь, волковская тема. Они любят вот такого плана пихать, знаешь. Да, ну, какая волковская тема. Даже кличка ничего не валялась. Ну а что, смотри, где у нас тут? Ну у нас тут, правда, ничего не осталось уже. Здесь какие-то такие местечковые мотивы, судя по всему. Мне очень, мне очень вот это нравится. Очень так, знаешь, вот именно без излишеств. Белый цвет. Варвар и по аниме. Просто у них еще вот такая же есть. Мы все... Варвар? Варвар, естественно, это же Дениска. У него и самура, у него и самура, и базилик. Варвар. Варвар, блин. Я думал, ты стебешься. Ну ты, Варвар, реально. Дениска, лайк тебе. Это Пелый Индиан, да? И Пашечка, по сути. Да, и Пашечка. Ну, кстати говоря, по горе еще очень. Лайтова, 39. Даже в той же Волковской, пока она рядом, 55. То есть это что-то такое. Здесь парусы, балерины и варвар, как оказалось. Да что ты, Варвар. У Варвара хмель вместо бороды. Ну, стандартный такой, штампованный достаточно наборчик-то. Подожди. Ну, похож. На балерину? Давай разливать. Что, кстати говоря, не пробовал ли ты украинского пива? Пробовал. Ну, крафтовое я имею в виду. Не, ну, то что чернигов вот это все, это понятно. Нет, крафтовое я не пробовал. Я понял. Значит, сегодня будем вместе с тобой. Ну да, поехали. Денис, а какую заставку? А какую за кушку здесь, они же здесь. А закуска сегодня получилась случайно. Пока ты... Спал. Мучился на кровати с утра. Ну, я не сказать, что прям так мучился. Мы отъезжали. И заезжали... Отъезжали не очень звучит, если честно. Ну. И отъезжая мы заехали в магазин крафтового этого всевозможного пива. Хороший, ты оценил его. Который ты здесь пиаришь. Да, я первый пускал. Красное село. Как называется? Point, Beer Point, по-моему. Ребята, те, кто из Красного села, короче, где Киевси, вот это здание, где Дикси, наверху на втором этаже, вот такое вообще просто. Да, и ребятам хотелось бы передать, что тоже пришлите деньги, тебе нет. И все, рассказывай. Просто многие спрашивали. Я решил познакомиться с этим местом. Меня туда отвели. Поставили перед этим огромным выбором пива. Я там нашел свое любимое пиво, Ингрия купил его. И действительно большой выбор. Да, большой, реально большой. И уже уходя из магазина, у меня глаз зацепился за баночку с закусками. У них там закуски продаются бы немного. И я не мог не купить. Там было на банке написано «щечки судака». Ну да, это круто. Я вот как представил, как сидят люди и рвут щеки у судака, чтобы потом их сделать и продавать. Судака. Нет, судака, судака. 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 Судак, судак. Судака. Я просто тоже видел. Слышишь, это там кто-то на Headhunter, он в такой обилине висит. Требуется. «Щечки судака». Да, да, да. Мы уже попробовали, очень вкусно. Но только сколько это стоит, скажи, пожалуйста. 175 рублей за 100 грамм. Ну, очень дорого. Ну, очень вкусно, но очень дорого. Да? Ну, реально щечки какие, я не знаю еще. Ну, и за эти деньги их еще и чистить надо. Несправедливость. О, слушай. Что? Да подожди. Что вы, что вы? Что вы, что вы? Бля, братан, сделай, что там ты сделал? Ты не будешь, что вы? У него висит волос. Подожди, хочешь я вырву? Ну, вырви, конечно. Блядь! Я не вырвал. А, сука, а что ты вырвал? Я не вырвал, да, я дару. Блядь, если у меня сейчас будет лысая бровь, я тебе бороду подстригу сразу. Слушай, они как ушел. Ну, давай быстрее. Блядь. Не, не вырвал. Вообщем, несутся. Поиздевался и хватит. Блядь, я больше с ногу на не буду снимать. Да у него висел волосок, вот как у меня на бровне, рыжий такой, завитой немного. Я думаю, блин, борода попала, думаю, помогу. А, вот он. Начал рвать, а это его. У него растет моя борода из бровей. Блядь. Давай, расскажи пока. Так, я же не буду весь выпуск выдирать себе волосы. Все, поехали. Нифига, мы отвлеклись. Ну, как обычно. Давай с травм по нашему. Да. Ну, я не могу переключиться так сразу. У нас оператору... Наташа блюет. Так, все, закончили. Ну, правда, мы... Давайте эти хихоньки. Ну, серьезная передача. За билетики не платят, блин. Эти хихают тут. Здесь, очевидно, невероятное практически снимается. А вы здесь ха-ха-хи-хи. Ну, да, интересно. Все, поехали. Давай. Я настраиваюсь. Что-то, когда у нас уже снимают давно. А мы поздоровались? А, да. Ребят, надеюсь, вам тоже... У вас тоже хорошее настроение. Трамп. Определенно запах очень... Трампа? Определенно запах Трампа. Не буду спрашивать, где ты нюхал Трампа. И нюхал ли ты вообще, в принципе, президентов? Ну, президентов я не нюхал ни разу. А ты можешь это? Да, кроме сыра, да. Единственное, что сыр-то я перенюхал. Ну, как? Блин, ты знаешь, это один из тех моментов, когда я не знаю, что сказать как. Очень плотно. Это, знаешь, такая дорогая охота. Но при этом очень вкусная. То есть, вот по тому, как это бьет градусности, это именно сравнимо с охотой. И спирт чувствуется очень. Ну, она такая, спиртуозная. То есть, знаешь, мы с тобой часто говорим о том, что вот как раз, да, помнишь, мы с тобой говорили в тот раз о том, что... Не чувствуется, не чувствуется. Вот здесь вот чувствуется очень сильно. Это здесь спирта 7,2. Ну, братан, это мексиканский лагерь. Ты так сказал, как будто... Ну, а что ты, блин, хочешь? А, слушай, корона мексиканское пиво? Да. Ну, там вообще вода. Ну, объективно мне не очень нравится. Ну, объективно. Даже на уровне бутылочки для меня это очень крепко. Ну, крепко, да. Я бы сказал, что вот почему-то мне вот какие-то ассоциации именно с охотой. При этом, естественно, запарить... Ну, посмотри, какой цвет. Ну, цвет изумительный. А цвет аппы, если так разобраться? Нет. А что нет? Слушай, нельзя говорить про цвет аппы. Да? Почему? Ну... Слушай, у меня всё нормально. Нет, новое не наросло. Так, точно. Почему у меня так как брови странно растут? Слушай, подожди, мы отменились от Трампа, блин. Да ты меня запарил, блин. Ну, рыжий, бровь тоже рыжая становится. Ты тоже рыжий, даже не президент, но... У меня очень сложное чувство вот в этом... Скажи, что чувствуешь, поделись с ребятами. Я не понимаю твоего вкуса. Я тоже не понимаю. Кроме как того, что это очень тяжёлое пиво, кроме того, что оно очень спиртуозное... Во-первых, я перебью, пока у меня мысль есть. Давай. Это важно. Оно достаточно фруктовое. Там чувствуются фруктовые нотки. Есть немного большая кислинка. Не знаю... Гаратара? Не знаю, из-за чего эта кислинка. Судя по всему, это кислит всё-таки спирт. То есть, большое содержание. В смысле, спирт кислит? Ну, он даёт кисловатый такой оттенок на языке. Это в теории хотя бы возможно, что спирт может давать кислинку. Конечно. Ты ещё сомневаешься? Блин, вот... Я ничего не могу сказать про это пиво. Это не лагер? Нет, это не лагер 100%. Это что-то нечто очень... Но трипель. Это же трипель. Да какой трипель? Трипель у тебя вот здесь стоит. А тебе кажется, что похоже на бельгинское пиво-то чем-то? Вообще ничем. Да ладно, день. А этот, как он? Попадопол, который ты покупал. Оно какой-то травой вот какой-то отдаёт. Травой? Да, блин, ты всё не о том. Травой нет, ну я понимаю, ты про газонную траву, естественно. А про какую ещё я про неё и подумал. Оно реально непонятное, блядь. Просто... Я даже начал материться. Оно ненормальное. Слушай, может это была задумка такая, это концептуально. Ну типа, знаешь, ввести в заблуждение. Пиво как Трамп. Да, вот он весь такой из себя загадочный, непонятный, что он завтра вытворит вообще никому неизвестно. Вот у нас и пиво такое же будет. Сложно? Ну оно... Да нет, ну я не думаю, что они, конечно... Ну хотя бы вполне возможно, потому что оно действительно неоднозначное. Оно... Вот ты знаешь, я не могу сказать, что оно невкусное, но согласись. Нельзя так сказать. Но сказать, что оно вкусное, это тоже будет неправильно. В общем, ребята, судя по всему, что ребята сделали кичевую бутылку и кичевое пиво. Они написали, что это имперский мексиканский лагер. Понятно, не существует никакого мексиканского лагеря, не существует имперского мексиканского лагеря. Но это стебалово, естественно. Они сделали пиво, которое не относится ни к одному из сортов пива. Вот и все. Тебе не кажется, что есть такая тема? Нету стилистики такой, ее не существует. Помнишь, когда атомная прачечная появилась? Когда она была в диковинку? Мне кажется, ребята тоже делали над темой того, что, а, зайдет, посмотрим. Ну, по-любому, потому что мало нормальных людей, кому нравится атомная прачечная, на мой взгляд. Ну, кроме меня и тебя. Здесь как будто сделано такое же, ну, зайдет, будем продолжать. Но сделано прикольно. Знаешь, что? Вот такую этикетку хочется сфоткать и запустить в Инстаграм. То есть она стебовая. Это как, знаешь, как... пиво с самым острым перцем. Интересно попробовать? Нет? Мне интересно. По оценке я даже ничего говорить не буду, потому что это очень странно. Непонятно. А в Антапти что бы поставил? Честно, три. Три? Да. Ну, я тоже бы... Я бы, может, даже два с половиной. Это было счастье за необычность, на самом деле. Но не за вкус. Это несуществующее пиво несуществующего стиля. Я не думаю, что у нее есть сильные почитатели, но мы можем ошибаться. У нас запись вообще идет, в принципе. Обидно сейчас узнать. Варвар! Варвар! И Панима. Может, и Панима тоже по-другому читается? Я что-то здесь... Фу, блин. Щечки эти. Динь. Слушай, интересный запах очень. Запах IPA. Стандартнейший, абсолютно. Запах IPA. Ну, знаешь, после вот этого вообще... Ты сейчас охренеешь просто. Да ну, мы нюхаем пустую бутылку. Что ты мне это суешь, блин? Я не удивлюсь, что она еще и помыта. Ха-ха-ха-ха. Вот так бы... Вот поэтому мы и бомбим на Волковской, потому что все так происходит неадекватно. Обалденный запах. Мне очень нравится. Вот именно когда IPA пахнет так, это, мне кажется, очень правильно. Вкусно. Отлично. Просто отлично. Даже, ты знаешь, не сравниться с джосовской IPA. У них есть что-то свое. Какой хрустный. Не знаю, какой используется. Ну да, здесь не прочитать, к сожалению. Дай. Говори. Я не знаю, что говорить. Пиво действительно вкусно. Это классический IPA, на мой взгляд. Только очень правильно сделанный, нету вот этой... Вот знаете, что мы с Дениской бомбим в последнее время? Что очень много горечи. Вот здесь ее немного. И это при этом остается вкусно. Она есть, она не навязчивая. Она абсолютно не навязчивая. Она не высушивает ротовую полость. Она просто как-то... Ну, тоже не совсем летнее пиво. Так, конечно, прям летом. Мне очень нравится температура, кстати. Действительно. Я с тобой раньше спорил, что типа холодное-холодное пиво нужно, чтобы было. А вот именно такая температура, пожалуй, она самая такая. Оптимальная. Да. Именно вот то, что пиво раскрывает вкус полностью. Да? Легкая, ненавязчивая горчинка. Вкусный, стандартный, абсолютно IPA запах, который вот просто стандарт. Вот тут тютелька в тютельку. Ну, хорошо. Они, ребята, говорили, что оно очень вкусное. Классное, молодцы. По оценке дал бы... С точки зрения пива 7, с точки зрения IPA все 9 легко. Да. Ну, это очень-очень качественный IPA, на мой взгляд. Давай дальше. Поехали. Ну, бери. Это же щечки офигенные. Ну, что-то очень дорого, да? А, это вот у нас... Что? Страипл, трайпл кармелит с гречкой. Какой? Кардамоном, апельсином. Вот это очень любопытно попробовать будет. Ну, пахнет, да, бельгийским, хорошим, таким пивом. Все вот эти вот фу... Типа бланши, да? Бланши, бланши, бланши. Денис, слышь, пока не забыл. Морс убит вот это вот твоя история. Да, слышь, пока не забыл. Почему у людей бомбило на тему того, что мы с тобой назвали пшеничку бланш? Типа это неправильно. В чем прикол? Ну, типа бланши, это другой род пива. Но это же пшеничка тоже, та же самая. Даже тот же писающий мальчик. Ну, бланши, бруссель, я имею в виду. Ну, мы сейчас начнем спорить о сортах шпакатуры. Я не спорю, просто скажи, объясни мне. Бланш, это же переводится как пшеничка. Я не знаю, как переводится слово бланш. Я даже врать не буду. Ну, ладно. Бланш, скорее всего, как белое переводится. Ну, да. Ну, а белое за счет чего оно может быть? Известь. Не рис уже. Пахнет замечательно. Морцубик, все вот эти вот бельгийские. Ну, блин, мы сейчас повторяем начинаем. Слышишь, то, что ты любишь, кстати говоря. Морцубик. Ёб твою мать. Вот просто морцубик. А мне очень, знаешь, что... Слушай, а тебе не кажется, что немножко чуть-чуть переброжено? Чуть-чуть совсем. Что значит переброжено? Когда говоришь переброжено, я не понимаю, что ты имеешь в виду. Понимаешь, переброжено, это как можно перебродить больше, чем есть вот углеводов, сахара в исходном сусле. Что там еще должно перебродить, кроме этого? Знаешь, когда сидр делаешь, когда яблоки, например, вот они вот так начинают дужком уже давать. Вот такое вот ощущение здесь есть. Каким дужком? Ну, бродить, когда начинают яблоки. Ты понимаешь, о чем я говорю или нет? Понимаю. Ну, вот такой же... Наоборот, нет, доброжено. А, да, да. Ну, я путаюсь, показались. Суши. А мне знаешь, что очень напомнило? Витопорель чем-то. Только единственное, что здесь очень оно сладкое. Витопорель гораздо суше был. Я тебе еще раз повторяю, что... Гораздо меньше кислоты, 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 кислоты. Мортсубит, слушай, мортсубит. Пытаюсь вспомнить, но, насколько я помню, это ламбик вишневый. Нет. Разве нет? Нет. Они еще делают другое, что ли, или это... Ну, это у них, может, и есть вишневое что-то, но он мне запомнился. Просто мы его постоянно пили. Когда еще у нас СПБ был открыт, там одно из приличных сортов, это был вот как раз морт этот. Уже он загнулся уже, нет? СПБ? Ага. Да вроде где-то есть, но у нас загнулся в районе. Мне он не понравился. Это там был пару раз, какая-то, я не знаю. Пиво невкусное все. Да? Что мы говорим? Ты здесь говоришь, доброжено, недоброжено, какие-то яблоки там забродившие. Давай попробуем каких-нибудь из обзоров я тебе принесу сейсенов каких-нибудь. Давай. Там в стандарте пиво заложено, что оно должно пахнуть хлевом. Квасом, типа? Хлевом. А, хлевом? Да. Ты серьезно? Абсолютно. Сколько это стоит? Ну это дорогие сорта пива, которые вот спонтанно воображение всевозможное. Там дикие дрожжи, и они набрашивают такую щепуху в запахе и в аромате, что там бутылку открываешь и падаешь. Не, ну здесь... Орсянки, хлев, навоз, земля, вот это все. Вкус, ароматика, вот. Ты что, это кто-то покупает? Ты что, там... Да, блядь, не проще дома прийти, снять носки и пожевать их тогда, не знаю, там в воде замочить, там побить потом, это... Ну бред какой-то. Ну что за глупости? Я несу. Определенно вкусно. Коцу выпуска, знаешь, уже просто без бровей. Определенно могу сказать, что это вкусно. Вот это вот мне немного мешает, вот эта вот нотка, как ты сказал, недображивания получается, да? Слушай, а у тебя тоже торчит. Нет. Я просто тоже начал к тебе присматриваться, как бы это ни звучало ужасно. По мне, чересчур кисловата. Мне нет, мне кисло, по кислоте мне абсолютно в порядке, гречу я тут не чувствую. Да, я не понимаю. Как бы то ни было, может быть... Не, она здесь валялась. Ну то есть даже, вот даже, знаешь, когда рисовое пиво пьешь, там чувствуется немножко от риса что-то есть, да? Как ты это чувствуешь? Не, братан, ну это чувствую, асахи даже вспомни тоже те же самые. Ну и что, и что, рисом что ли отдаёт? Ну не отдаёт, но просто есть вот эта вот такая вот нотка именно этого. Я не понимаю, как ты можешь определить, есть там рис или нет, если всё равно рис во время приготовления пива, говорится, как бы говорят. Блядь, я о том, что они другое, оно другое. То есть оно отличается от, например, что? Ты кольцо сняла, что ли? Четыре минуты. А. Наташка хвастается, что-то непонятно. Чем? Хвастаюсь я так. Ага. Опять кольцо потеряла. В общем, ладно, не будем демагоги устраивать. Мне понравилось. Для меня это шесть с половиной. Хорошая. Не вкусная, но по мне через чур кислая. А для лета? Даже... Где ты лето видишь вообще? Ну блин, я же мечтаю о том, что... У нас бывает же тепло. Не, я бы поставил шестёрочку с натягом. А мне понравилось с чем-то. Что-то в этом есть. Ну вот этот вот недобродивший привкус... Не, я всё-таки выясню, что ты имеешь в виду под словом недобродивший. Я тебе привезу варенье, у меня дома стоит яблочное. Скисшее. Да. Вот я тебе сейчас говорю, вот здесь есть... Так понимаешь, скисшее варенье и варенье забродившее, это немного разные вещи. Есть кислоуксусное брожение, а есть абсолютно другое брожение. Ты знаешь, это разные вещи. А зачем оно у тебя дома стоит? Ждёт Дениса. Хотел блинчиков его сделать. Давай обнулись, Наташа. Последнее пиво. Крайнее. А ты, кстати, относишься к тем людям, которые говорят крайнее? Типа нельзя говорить последнее. Нет, приеме. Так это таращит, эта история тоже. Таращит. Крайнее. Это моя крайняя поездка на отпуск. Крайнее. Как это? Что значит? Последняя. Последняя поездка на отпуск, это как? Ну, типа, знаешь, ой, нет, не с этим, подождите. Надеюсь, это не последняя поездка в отпуск. А многие говорят, надеюсь, это не крайняя поездка в отпуск. Такое не слышал? Слышал. Есть еще слово заключительное. Ну, я уже не раз и пыталась сказать. Завершающие, окончательное. Я их вырвал. Теперь на твоих штанцах есть мои брови. О, как это вы делали? У нас цыпа под травой. Пит травой. Пит травой. Поехали. Блин, ну что он там присутствует? А ты потом это вырежешь? Что? Вот эти вот ненужные промежутки, когда мы сидим и тупим. Зачем? Зачем? Ну, ты пойми, что ребята сидят, им нравится наше с тобой общение. А может, не нравится. Ну, хотя я сегодня очень странный. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вы сегодня смотрели этот ролик. Как я. Эва, ну ты. Ты понял вообще? Ну, ладно. Что там с цыпой-то? Слушай, с цыпой-то замечательно даже с точки зрения запаха, потому что реально пахнет травками всевозможными. Пахнет приправами. Приправами? Да. Ну, ты мне отдают вообще тимьяном почему-то. Да, я и говорю, вот именно травами, такими ароматными. Ароматными. Вы знаете, мне очень пахнет ароматными травами. Денис, ну его давление, прости меня. Брат, ну прости меня, пожалуйста. Ну, мне так хочется немножко угореть сегодня. Мы же не до конца это сегодня еще сделали. Да нет, действительно классно пахнет. Пахнет тимьяном, на мой взгляд. Еб твою мать. Знаешь, чем пахнет? А знаешь, чем горло полощет? Такая тема, знаете, в детстве, когда полоскали горло. Корень солодки? Да. Вообще, блин, детство просто. Ну, фиг знает. Я всегда пил ее, потому что мне, в принципе, зашло. Да, 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 сто процентов. Типа ее надо выплевывать, а ты такой... Не, вы поняли, про что я его выплевывать, говорю-то? Я про эту солодку. Денис, ну фиг знает, мне понравилось, честно. Мне просто очень нравилась эта штука, полоскать горло. Ну, оно пахнет аптекой, блин. Ну, оно уж, да, 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 оно пахнет аптекой. Оно очень травянистое, и какой нахер тимьян. Это даже не аптека, а аптеки, которые продают всякие травяные сборы. Заходишь в это помещение, и там так... Ну, давай, здоровье. Во-во-во, да. Только там эти лангеты продают. Заходишь и пахнет гипсом. А что, пиво со вкусом гипса? Неплохая мысль. Я носил, ну ты с кладового-то попала в точку. С другой стороны, я пиво третий глоток делаю, и мне как-то вот уже не очень. Переборщили ребята с травками. Да нет, но они не переборщили, это смысл такой было сделать, но... Подожди-ка. Ну, я не могу его здесь. У меня вот сейчас горло побаривает. Слушай, да, осадок вот прям точно такой же, как с детства. Вкус детства. Сто процентов. Это жалко, мы не можем понять, что написано. Очень вкусное. И до сих пор не сплевывает. Блядь, вы такие пошлые, это же ужасно просто. Сплевывает. А что пришло в слове шплевого? Так вы же вы угораете над этим словом, не я же. Ну, над тобой угораем. А, да? Я больше с такого буду написать, ничего не буду. Положи эту штуку. Да, да. Можно просто буду включать его, пусть он здесь будет парить. Сказать, сказать чего-то конкретного по поводу этого пива нет, но это очень на любителя. Вот если вы в детстве любили... Слушай, давай мы выбрали очень, скажем так, нетенденциозно, как это называется, очень неоднозначные сорта. Нам понравилось какие-то названия, какие-то вот вставочки, какие-то непонятные сорта мы выбрали. Голден Эль, дай Голден Эль. Вот этот? Да. А, ну у нас, кстати, да, у нас просто еще три осталось таких крафтовых, это цыпа золотая. Не хромакей. А ты что выливаешь? Сраву, траву, траву. А, траву, ладно. Кто-нибудь оставьте. Нет, я просто мне травм, мне травм... А вы попробуйте. Все вылил. Можно что-то? Нет, давай лучше не буду. Да нет, мы одну попробуем, мы все. Нет, давай все попробуем. Ну хорошо, давай. Нет, отсыпу хочу, потому что с ней цыпы... Давай отсыпу, потому что она не зашла нам. Логично было попробовать цыпу. А, да, я сейчас наливаю пиво, которое нам понравилось. Да, ну камон, ну давай еще раз. Это у нас сейчас идет Варвар. Варвар. По версии Дениса. Голден Эль. Да. Голден Браун, touch the legs sound. Please be down. Ух ты. Я в душе не имел понятия, что он еще так умеет. Это из большого куша. Touch the legs sound. Все, 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 мы все поняли, все. Please be down, please be down, please be down, please be down, please be down. Слушай, а пахнет очень... Обалденно пахнет, если честно. Пахнет, а мне нравится. Тыквой что ли пахнет, или я что-то не понимаю. Слушай, у тебя голова-то такой пахнет. Слушай, ну Варвара, он умеет делать пиво, это вкусно. Да, это обалденно. Просто обалденно Эль. Я не люблю сладкое пиво, но оно именно вот... Сука, это такое. Это даже вкуснее, чем вот этот Варвар. Да. Вообще замечательно. Охрененно, если честно. Просто обалденно. Дай Игорьку затестить. Ну оставь, в смысле, оставь. Я имею в виду, что оставь, не допивай, и все. Мы теперь не даем волосатым рукам в кадре лезть к пиву. Слушай, я боялся, что ты сейчас держишь на хромакей, который с той стороны. Просто обкройка. Так, ладно, стоп. Классно, давай допивайте, пробуй дальше. Нам нужно цыпу попробовать еще. Цыпу давай. Это же последний выпуск, можно уже начать подкатывать? Ой, накатывать. Нет, это не последний выпуск. А, нет? А что у нас еще? А у нас впереди крымское пиво. Ставь лайк, если ждешь следующий выпуск. Нет, извините, не, не, я, чтобы смыть остатки старого. Настоящее сомелье. Мне кажется, не выпуск очень интересный получается. Необычный, согласись. Ну просто такое количество пива, хочется вам рассказать о нем побольше. Так, это цыпа золотое. Золотое. Гуцульская, которая крафтовая пивоварня. Слушай, ну оно опять пахнет каким-то хлебником небольшим, блин. Хлебником? Хлебником. Хлебником. Ну оно пахнет не очень приятно. Вот почему... Блин, ну не самый, кстати, лучший бокал для налития такого количества нюхать ото пиво. На вкус очень даже... Хугарден. Хугарден. На вкус просто хугарден. Да нет, ну какой хугарден ты и нет. Ну это первое впечатление было. Да, это конечно не хугарден. А почему мне пшеничка отдает? Это по-любому пшеничка, потому что... Нет, не написано. Читаешь ровно секунду. Чего читаю ровно секунду? Вот, соус, светлый, хмель, вода, дрожжи. Ну оно не такое плохое, как то. Натрава. Нет, он явно лучше, чем предыдущая цыпа, но хуже, чем варвар. Не, варвар, 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 не, он классный. Кстати, базилик будем рвать сегодня? С теменом. А на женышке мы будем использовать? Самуру. Самуру. А на машине поедем завтра? Да, мой. Хватит этого петросянства. Да блин, ну потому что, блин, вот это вот, не понимаю я этого. В общем, у меня сложилось очень неоднозначное впечатление об украинских пивоварнях. Он за топ. С одной стороны, мы имеем вот этого варвара, который реально вкусно, вот и то, и то, и это вкусно на уровне, что покупал бы и дальше. И есть цыпа, которая настолько неоднозначно, что... Но не забывай, что еще вот это вот осталось, которое тоже неоднозначно, пожалуй. Ну там ребята просто, судя по всему, сделаем херню. И их же пивоварня, которая делает триппель, нам тоже, знаешь, вот так себе, по сути. Ну вот этот морцубит, вот эти все ламбики, туда-сюда, что-то вот есть общее. Ну плюс оно немного кислое, перекислое, ну может это из апельсинов опять же, я не знаю из-за чего. А может греча была кислая, опять же. Я не профессионал. Он профессионал, я лох в этом деле. Я просто разговариваю. Я просто говорящая голова, ребята. А потом меня обвиняют в том, что я мудак такой, да? Ну вот ты мудак, потому что... Я тебя все... Зачем пригласил вообще? Зачем мы создали этот канал? Зачем? Кстати, объясни мне наконец, зачем я это принимаю участие. Для того, чтобы ты умничал, а я сидел и задавал дебильные вопросы. Да? Да. Да, вот и на концепции это год прошел, он наконец рассказал. А год прошел, интересно, кстати. Наверное, прошел уже. 20-го год. Юля? О, наживемся опять. Год, ешкин-кошкин. Год ведь действительно. В общем, на чем я остановился. Есть вот замечательная пивоварня Варвар. Вообще никаких вопросов. Нет. Красавцы. Стоповое пиво. Красавцы. Реально красавцы. Вот это вот непонятно, зачем сделано, но понятно, зачем китч, хохлома. Вот это все, это надо иногда творить. Слушай, Денис, я тебе знаешь, что скажу? Даже на уровне, знаешь, бываешь, а бывает попробуешь какое-то пиво, скажешь, Ну, один раз попробовать можно, да? Здесь, пожалуй, даже и не надо пробовать. Ну, чтобы этикетку сфотографировать и куда-нибудь в антабском. И даже и не пить, потому что... Куда-нибудь. Как-то так. Есть вообще неоднозначная пивоварня вот этого цыпа с травой, и вообще не понимаю. Здесь что-то есть. Здравствуйте. Интерактивщик с соседями. Хармаке сейчас будет дополняться. Давай закругляться, потому что сейчас действительно люди. Да, давайте закругляться. А, еще что я могу сказать, я впервые в жизни увидел вот такую подложку у пробки. А я скажу вот так, что ребятам из Варвар, по-моему, у них даже бар свой есть, насколько я понимаю, по-моему, Андрей говорил, обалденное пиво. Я бы хотел всю линейку попробовать, просто топ. Мне, я чтобы, наверное, не очень больше хотел пробовать, это правду, ну, как-то не зашло, откровенно говоря. А вот Варвар, обалденный. Варвар. Ну, правда, вкусный, ничего не сказать. И украинцы молодцы, тоже не отстают, опять же, от темы крафта, да? Да, я думаю, они даже, может, в чем-то немного и опережают. Ну, это такое заявление. Ну, я не видел у нас пиво с гречкой, не видел пиво с розмарином, вот с какими-то травами. Блин, ну, я тебе сейчас сделаю пиво, блин, с сыром, ты, ну и что? Нам привезли самые неоднозначные сорта пива. Ну, они классно сделали, они именно подобрали что-то интересное, то, чего у нас не было с тобой до этого в таких выпусках. Все, закругляемся. С вами был Варвар Денис. А ты про щечки судака ничего не рассказал. А вкусные, мы все сожрали, кстати. Я, кстати, ни одной не съел, здесь пустой пакетик. Да, это я, что ли? А ты до этого съел, я видел, как ты хомячил их. У тебя свои щечки есть. Честно, к ножам. Если говорить честно, щечки очень вкусные. Но то, за сколько их продают, на мой взгляд, лучше купить сушеную рыбу. Можно самим нарезать. Да, да. Да? С вами был Варвар Денис. Алексей. Не знаю, как тебе представить. Алексей. Юшка. Варвар. Алексеюшка. Варварушка Алексеюшка. Терпение у меня. Ставьте пальцы вверх. Пока. Счастливо.